так ребят всем привет все меня видно слышно я с вами через телефон и здесь параллельно самой как со мной компьютер буду смотреть что вы мне пишите сегодня у нас будет хорошая тема как отстроиться в сетевом но прежде чем начать я прошу вас следить за тем чтобы ваши микрофончики были выключены то есть вопрос пока пишем чат и потом уже в конце по ходу дела если кто-то захочет что-то спросить узнать тогда уже можно будет голосом сейчас я навключу демонстрацию экрана так должно быть видно итак у нас сегодня тема как построить команду сетевом бизнесе и ключи для этого то есть ключи не в том смысле что ключевые партнеры ключики к нам придут а ключи это конкретные действия до четкие которые принуд приводят нас к желаемому результату но прежде чем перейти к этой хорошей теме вот я хочу поздравить наших новых випов которые только что у нас родились вот в этом каталоге вчера поздравляла лену лена умничка говорит смешно написала или интересно но в поздравлении да так бывает что сначала рождается директор и только потом из этого директора рождается вип у випов есть свои привилегии сейчас мы о них чуть позже поговорим и здорово что у нас фаберлик вот действительно есть столько нюансов до столько возможностей столько открытых дверей что порой люди вначале одни возможности используют потом созревают используют следующий то из-за раз сразу полностью все охватить тоже бывает сложно второй випчик у нас это северюкова юля юля тоже молодец особенно исходя из того что юля работает и с клиентами в том числе и проводит продуктовые регистрации очень хорошо что она подключилась и к вип стажу теперь и будет получать вот эти все привилегии и еще одна юля две теперь звездочки юля у нас будет юлия твар юля тоже сразу только зарегистрировалась и сразу у нас пошла в программу и будет идти по вип стажу и в том числе думаю да я уверенна вернее в этом участвовать фаберлик драйв вот здесь про юлю хочется пару слов остановиться и сказать да что юля у нас лидер и другой сетевой компании и так совпало что юля вот чуть 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 не дотянула до акции сетевика день открытых дверей который начнется вот буквально через две недели с небольшим хвостиком юля к нам пришла из эйвен там у нее опыт больше десяти лет и в чем мое вот превеликое к ней уважение сейчас объясню почему потому что в том году в том числе у нас была такая акция и я вот все время до сих пор для меня это не сложившийся пазл в голове то есть люди лидеры которые потратили массу энергии массу своих сил до вложились во все это там и умственные и эмоционально то есть и где-то денежно потратили сделали такие сумасшедшие вложения на то чтобы построить свой бизнес то есть у них есть определенная клиентская база у них есть определенная уже работающая до приносящие какие-то доходы структура и вдруг так случается да что ну все как говорится все времена и туда все идет все меняется все течет меняется и так случается что вот с этой политической обстановкой нашей очень неприятный вот но мы не можем на нее повлиять что ты выстраивала это больно действительно приятно потому что все во что мы вкладываемся да по что мы вкладываем свои силы она для нас как детище наши как наш ребенок и почему родители так сильно любят своих детей не потому что они родители а именно потому что в детей очень много вложено отношения например свои сложно там какие-то терять тому человеку который в них очень много вложил так и наш бизнес если очень много вложено то сложно с этим расстаться и потерять но есть люди которые просто как бы ковыряются там растут что-то делают а вот у них там есть какой-то результат определенный и вот она начинает все это валится рушится они дальше сидят вот мыши продолжали колодца да но все равно жевали свой кактус вот это вот про них у меня не очень понятно а есть люди вот лидеры то есть да они построили какое-то время работала приносила хорошие доходы но вот время поменялось и теперь как бы разумнее всего с тем опытом который в параллель вот этой структуры настроился до с этим детичем просто этот опыт взять взять с собой ту команду которая еще там возможно сохранилась и просто перейти в другое место где ты получишь финансовую безопасность где ты получишь доход где ты продолжишь развиваться где ты приумножить то что у тебя есть вот лидеры настоящие они думают именно вот таким вот способом то есть у них вот такой ход мыслей то есть они берут и переходят а вот эти вот которые маленькие копошащиеся каким-то непонятными установками в голове они будут сидеть до последнего и вот этот вот момент у меня больше всего скажем так удивляет да или поражает что вот они сидят они не пойдут туда где лучше то есть это не лидерский подход они будут дальше сидеть но если переходит их какой-то лидер вышестоящий какой-то топ и они тогда следом идут за ним за ним то есть нет какой-то самостоятельности нет ответственности за свои действия вот именно в том числе по этой причине они там и сидят до сих пор вот какие-то вот в маленьких таких результатов вот юлида с нее начался разговор как раз таки другой пример положительный пример у юли очень хорошие там были какие-то свои результаты и юля поняла то что она хочет большего она не хочет останавливаться на том что есть и она перешла сама вот сюда выберлик тем более что перешла и я вот смотрю я поражаю боже ну какая звездочка вот все вы понимаете девочки вот так сразу не отходя от места тут же начинает делать все первые нужные шаги то есть 100 баллов есть на вип-1 тут же рекрутингом интересуется сразу же не отходя дело пошла настраивать автоматизацию все то есть человек пошел плюс сразу же первый день проводит регистрации к себе сразу интересуется построением и маркетингом то есть вот это то сейчас о чем мы будем говорить дальше поэтому юля ты умничка я очень рада что ты пришла да муж может смотреть потом записи или не знаю тут есть юля на эфире нет но вот с таким подходом всегда у людей все получается и молодец да что попала в нашу команду дальше да кто такие випы прежде чем перейти к основной теме кто такие випы и это тоже нужно уяснить то есть что они получают значит у нас есть две программы и к ней приложена программа фаберлик драйв то есть она как бы у нас такая не двухступенчатая как в параллель друг другу идут две хорошие программы значит вип-1 это человек зарегистрировался делал 100 баллов что он получает и почему это важно вот не могу я слайд увеличить ну ладно что он получает он получает с вип-1 сразу 70 процентов на скидку на один продукт получает 50 процентов на скидки на пробники и 50 процентов скидку на каталоге то есть почему такая подборка именно вип-1 для того чтобы человек мог взять эти инструменты то есть пробники для себя бонус скидочка на какой-то продукт который пока допустим для него дороговато он хочет его приобрести и плюс каталоге то есть чтобы вот взял и пошел отстраивать свою клиентскую базу для того чтобы он смог взять и организовать свой товарооборот то есть понимаете продумано это для того чтобы человек мог жить да умничка все отдавались вот еще у нас плюс один есть вид того с положения девочки напоминаю кто по вип-программе идет пожалуйста пишите сами вот сюда в группу что девочки вот как же не сейчас делала как лена вчера сделала что я бипчик да и мы будем поздравлять обязательно будем упоминать то что это важно вот поздравлю тоже тебя сегодня вот и значит получил до свип-1 вот эти инструменты для организации своего хотя бы как минимум личного товарооборота еще и лучше клиентской базы дальше у нас идет вип-3 то есть первый каталог вип-2-3 по итогам вип-3 у нас еще добавляется скидка 10 процентов на твой личный объем сверх 150 баллов то есть если ты сделал 150 но у тебя как обычно скидка 2 26 если ты сделала 150 и то что выше 150 ты еще плюсом получаешь дополнительную скидку 10 процентов для продажников хорошо хорошо правильно на продаже уже зарабатываем круто и вип-9 дальше вип-9 и не будем идти там уже как бы более такие все серьезные вещи на вип-9 то что легко достижимы и ближайшей перспективе для каждого человека это еще новинки кто работает с клиентской базы да с клиентскими чатами вы знаете что девчонки всегда а можно следующий каталог а что вот в следующем будет а какие новинки где-то презентуете новинки а кто-то уже чешется да хочет их побыстрее получить но вот и здорово у вас есть возможность заказывать новинки следующего каталога за две недели до а еще есть классная возможность воспользоваться ценами следующего каталога отдельно я такую настройку в личном кабинете например в этом каталоге вы сейчас слушайте да девочки кто собирает заказы например в этом каталоге парфюм стоит две тысячи две тысячи рублей а в следующем у него будет акция он будет например за девятьсот девяносто девять у вас заказали его же в этом каталоге за две тысячи а вы его заказываете по ценам следующего каталога то есть вы зарабатываете тысячу с него сразу эти пятьдесят процентов плюс еще в скидочку свою ну разницу в цене 26 процентов вот в чем суть вип-привилегий мало того что но и так у нас почетно считается то что человек который идет по вип-стажу это как минимум человек который вкурил да скажем таким словом понял суть то есть он пользуется этим но еще и плюсом это крутые инструменты для тех кто движется и развивается отстраивается зарабатывает на продажах вот это важно понимать дальше уже на шагах останавливаться не будем потому что это время плюсом что у нас еще есть у нас есть для випов программа фаберлик драйв там проходят крутые розыгрыши вот вчера прошел третий розыгрыш как раз таки четырнадцатого числа и это был третий сезон сейчас у нас впереди будет и значит там у нас есть известный победитель это мужчина из по-моему уральского региона если я не ошибаюсь вот он выиграл поездку в дубай и и вот у нас в чате кто у нас есть девчонки вот ира покровская долина в чинька кто есть в чате совета директоров видите как там у нас все вот это горит кипит все директора там делится кто у них что в структуре выиграл кого какие результаты у кого-то пылесосы потому что вот разыгрывались 10 тысяч бизнес обучений но окей кстати я прошлом сезоне тоже выигрывала бизнес обучения потом полторы тысячи пылесосов авриологи сковородки вот эти новые которые вышли сколько 500 штук 100 наборов чайники белки и два салатника 100 наборов сервировочной доска и прихватки 5000 сертификатов по 300 рублей и кстати вот у нас валерия да как раз таки выиграл вот этот сертификат 300 рублейский на скидку но это мало то что она выиграла вот этот сертификат так у нее еще и бонус наставника начислить 750 рублей то есть бонусами от компании за каталог она получила 1050 рублей и вот это вот очень здорово и вот я хочу сейчас еще такой момент вам показать самовый берлик драйв то есть как и в принципе пользоваться в чем еще у него там фишка вот суть заключается в чем что за каждый балл вашего заказа вы получаете один драйв то есть например 100 баллов заказа это у вас 100 драйвов вот эти 100 драйв они там как-то потом считаются начисляются еще дополнительные сейчас покажу за что и получается каждые 100 драйвов по моему это один золотой драйв вот и потом вот эти вот золотые драйвы как раз таки как шансы как номерки участвуют в розыгрыше вот этих вот дорогих подарков а в следующем вот сказала презентую забыла а в следующем розыгрыше фаберлик драйв помимо вот этих дорогущихся разных подарков и так далее еще будет три подарка на на розыгрыше по 500 тысяч рублей но круто же правда вот кто-то кому-то они достанутся то есть три каких-то счастливчика таких они есть плюс еще что очень удобно фаберлик драйв вот у нас вечно эта дилемма у новичков что ой что писать мне в личном бренде ой что мне делать а тут нате вам сразу грубо говоря подспорить на дополнительную мотивацию чтобы вести личный бренд плюс дополнительные возможности заработать и еще драйвов то есть вы сделали заказ на 100 баллов у вас 100 драйвов а тут вы можете проходить различные челленджи и дополнительные драйвы получать вот например смотрите тут у нас двойные драйвы на за что начисляются в этом каталоге вот вы покупаете косметику глэнките вот эта новиночка наша которая вышла деткам и в плюс параллель вам начисляются двойные драйвы да например так вы купили там на 15 баллов а так вам начислиться 30 вот плюс 30 драйвов к вам вашему объему потом девчонки тоже кто мужу берите вот классный артефакт новый парфюм у меня он есть нам его подарили на конференции в москве юрка им пользуется ну мой старший сын и вот он такой мне сейчас на днях тоже рассказывает ну правда приятный классный аромат он говорит мы в машине с друзьями едем а там лена ну лена там сестра его друга заходит а кто так вкусно пахнет типа у кого такой аромат юра говорит у меня а у него друг товарищ он значит любитель таких всяких короче люксовых они так себе покупают он вернее кило посты и так далее он такой а чё это у тебя за парфюм он говорит ну как говорит фаберлик он да то есть так удивился то есть ну ребята как бы молодые по 20 плюс минус лет то есть они не не в нашем бизнесе и не разбираются в этом ну такое вот как бы мнение типа фаберлик так типа классно пахнет так что вот классная вещь приобретаете артефакт и плюс 30 драйвов вам начисляется в личный кабинет потом тоже опять-таки для продажников о чем мы с вами говорили да что есть вот дополнительные скидки возможности использовать продукцию по ценам следующего каталога вот в нашем случае в драйве вот тоже смотрите скидка 50 процентов на аромат из восточной коллекции это либо гала вот эти красненькие либо второй да черный аромат мужской это кстати я его так и не слушала хотя у меня вот на пункте выдачи есть а коллекция вот этой восточной серии кроме мужского я как бы на то больше рассчитываю что женщины приходят я не знаю какой этот аромат но я думаю что тоже неплохой в общем гала да гала вот этот классный он такой какой-то ягодный что ли но такой приятный кстати аромат и мне вот очень понравилось как он раскрывается потому что я бы честно говорю что я вот наши красного красные эти ароматы для меня они слишком приторно тяжелые то есть я хотя я люблю всякие такие вот пудровые ароматы но я их как бы не могу воспринимать а гала вот он раскрывается как-то потом и хочется его вот ловить вот я в нем почему-то слышу какие-то ягодки как земляники или чего-то такого вот какие-то такие оттенки в общем он классный приятный девчонка можете смело рекомендовать там очень хорошие отзывы о нем и вот так же вы можете заказать его со скидкой 50 процентов то есть вам его заказали по цене каталога вы на своих двадцати шести заработать заработали плюс еще вот на этих 50 процентов круто для продажников девочки для тех кто ведет клиентские чаты офигительно по моему потом еще плюшечка бесплатная доставка вот заказывайте себе какую-то чай ну сковородку какой-то один предмет например там или более вот из новой коллекции посуды призма с антибрикарным покрытием и у вас тогда бесплатная доставка вот это для тех кто в драйве тоже очень хорошо теперь смотрите еще какая дополнительная плюшка то есть я вам рассказываю опять-таки с позиции заработка не с позиции себе хорошо делать ну как как продажнику например там себе как пользователю вернее а с позиции человека который в бизнесе вот one week miracle то есть это очень хорошая серия для тех у кого возрастная кожа для того чтобы разгладить ее убрать вот эти личные морщинки патчи шикарные вот у нас три есть разных патчи вида я больше всего вот люблю вот эти красненькие они действительно крутые у них если регулярно пользоваться пролонгированный эффект и сыворотка там хорошая крема тоже хороший у людей очень много положительных отзывов даже можно на это ориентироваться и сейчас у нас вот идет акция в драйве то есть если вы покупаете два средства one week miracle то вам крио крио сферы идут в подарок то есть тот кто у нас соображает да быстренько раз включился в основном стабальники кто ну либо сильные лидеры которые к этому приходят либо так те кто активно занимается продажей поэтому девочки да кто ведет клиентские чаты как удобно сделать все презентовали там несколько раз в течение каталога кто-нибудь все равно заинтересуется из ваших клиентов презентовали эту серию до рассказали там сыворочка . классная тут патчи хорошие и делайте рекламу что девочки кто у меня заказывает два средства тем я даю крио сферы в подарок подарите людям то есть вы это получаете как презент от компании и презентуйте подарите это своим людям это своим людям людям очень приятно они будут как говорится с вами всегда будут благодарны будут чаще у вас заказывать другие увидят да что как здорово в вашем клиентском чате что сколько всего интересного бывает то есть вот таким вот образом плюс повышается активность покупательского ваших клиентов и соответственно ваш заработок потом вот помимо вот таких вот всяких интересных акций здесь есть челленджи это то о чем я говорила касаемо нашего личного бренда то есть ведение наших страничек хронический затык вот этот у новичков причем у новичков в любой структуре на любом уровне если человек находится там с каким-то начальным результатом но он еще не начал вести личный бренд либо вот он только пришел там не суть что публиковать да вот я не знаю про что мне писать на моей странице идите вот пишите написали заказали серию зима дома сделали красивые фотографии где-то взяли там свет светильник дома есть светильник направили до где-то взяли 2 мобильный телефон я так делаю детей прошло там шире кричу соня иди ко мне подсвети меня вот с этой стороны даже вот она мне подсвечивает стfolgа была фотография где-то вот связи пões многие на 밑 у нее на пусть на столе стоят где-то свечу заживал красивый где ты там что то какой-то поставил красивые фотографии чтобы не были приятный глазу чтобы захотелось на них остановиться на вашем посте Ну и расскажите немножечко про эту серию. Она реально классная, она лимитирована, она выходит каждый год. В прошлом году я запаслась, по-моему, я по 7 штук каждого из 4 предметов серии купила. Я только сейчас вымазала эту последнюю банку. И как раз в этом каталоге вышла новая серия с новым динайном. И плюс еще на конференции подарили тоже вот этот кругленький крем и крем для рук, по-моему, или для лица. В общем, два предмета. Теперь у меня есть дома, я докупила сейчас остатки, тоже буду снимать и выкладывать этот пост. В общем, рассказали на своей странице. Хэштег «Зима Фоберлик», ну здесь в описании есть, прикрепили, ссылочку взяли. Вот здесь на черную кнопочку внизу нажимаете «Отправить ссылку на пост», отправляете. Там модераторы в компании, которые работают, они потом по хэштегу все посты вилят. Ваш постик отмечает, что да, он присутствует. И вам начисляется дополнительно 30 драйвов. То есть 100 баллов вы делали, 30 еще сверху вы получили, у вас уже 130. Переходите на второй челлендж. Такая же история, только здесь еще и плюс идет про дракон желания. Новая посуда, там чашечки, вот эти чайнички. Девочки, кто ведет клиентские чаты, работает с продажами, ну у вас 100% это закажут. Но опять-таки зависит от вас, как вы это будете преподносить в своих группах. То есть символ года на подарки люди очень хорошо берут. Сейчас тем более у нас 20, 20 какого? 27-го. Кто-то в группе сегодня писал. День матери, да? По-моему, последнее воскресенье ноября, если не ошибаюсь. Обычно отмечают. То есть вот презентуйте как подарки к Новому году и ко Дню матери. Люди у вас будут заказывать. Все, заказали. Хэштега два, эти штучки прикрепили. Ссылочку отправили. Еще 30 драйвов получили. Вот у вас уже 160 драйвов. И дальше еще один челлендж. Про носочки. Такая же история. Носочки, кто смотрел, видюшки. Ну, очень красивые новогодние подарки. Одни такие в красивых пластиковых прозрачных шарах находятся. Там Дед Морозы всякие нарисованные брестульки. Кто-то какие-то подарочные в таких пакетиках. То есть на подарок. Новый год и сейчас вошли в такой сезон, когда люди всем дарят подарки. Родственникам, друзьям, коллегам, детям, соседям и так далее. Учителям в школе. Всем дарят подарки. Но никто не будет на подарки тратить по тысяче, по две, по три. Ну, вот на такие. А дальним, скажем так, людям. Прям не родным. Мужу или дочери. А вот такие вот симпатичные носочки пошел и подарил. Вот вроде... Сколько я тоже смотрю. Настолько вот пошло выглядят вот эти вот дешевые. Хотя они нифига не дешевые. Наборы. В Дикси заходишь. Вот они стоят. Вот эти вот коробки. Old Spice. Или там вот это вот Невея. Или там какие-то вот это вот... Что у нас еще бывает? Разные вот эти вот наборчики. Или вообще какие-то неизвестные названия. И вот оно стоит, о боже мой, там вот у нас за один, за эту сумму, три набора таких соберешь себе. Классных, качественных. А там один вот оно столько стоит. А потом эти праздники заканчивают. Они-то в распродажах еще по полгода стоят. А потом на следующий год выкидываются. И если приходит в гости тебе человек вот с таким набором, думаешь, ну елки-то моталась. Ну спасибо, конечно, что подумала обо мне. Но лучше уж как бы, я не знаю, цветочек бы один купила. Или коробку чая принес. Но как-то это вот так вот пошло. Чтобы человек хотел сэкономить. Вот. Но при этом ему надо тебе что-то подарить. Да лучше вообще мне ничего не дари. А здесь, когда от фаберлик люди подарочки делают, сразу понятно, человек готовился, он выбирал, да, что-то лучшее, что-то такое эксклюзивное, чтобы не как у всех. Поэтому вот, кто работает с продажами, кто работает с клиентскими чатами, вот такие вот есть замечательные еще плюс дополнительные вещи, чтобы вы больше заработали. Теперь мы идем дальше уже по нашей теме. Здесь вот мы съели 25 минут почти, чтобы это все рассказать. Но это важно. Это правда важно в росте, в заработке, в развитии. И для чего? Для того, чтобы вы потом могли эту информацию передавать своим партнерам. Чтобы не просто к вам пришел, зарегистрировался человек и сел, и делал по 10 баллов один раз в три каталога. И проходил обучение полгода. А для того, чтобы они сразу понимали, где они, что у них есть, что они могут использовать здесь и сейчас. То есть, чтобы люди встречались в бизнес-работу. И что, собственно, нас движет. Наша задача, вернее, какая основная? Это рекрутинг. Потому что мишуры в сетевом, уха вот этого, который сверху накидывают, очень много. Но это такая особенность нашего бизнеса. Причем в любой сетевой компании. Поэтому я и говорю, что не в фаберлик, а именно в сетевом. Потому что задача каждого лидера, скажем так, привлечь к себе как можно большее количество партнеров. И новички, да, они где-то там, ну, у всех есть такое желание меньше делать и больше получать. И вот они, если вот смотрят какие-то такие обещания, чтобы, ой, а там ничего не надо. Ой, а там вот какую-то автоворонку запустил, и тебе сразу по 100 заявок будет в день. Ой, а там вот все, там рекрутировать не надо. Там лапки вот сложил, да, у меня не ручки, у меня лапки. Я рекрутировать не умею. Я буду сидеть, а вот ко мне вот сами будут бизнес-партнеры идти. Не бывает так. Вот те, кто так говорят, они врут. А те, кто ведутся на это, ну, они либо совершенно неопытные люди, либо если они с опытом, то они просто недалекие. Вот я прямым текстом об этом говорю. Поэтому запомните, что в сетевом у нас на первом, единственное первом месте, это стоит рекрутинг. Все, кроме рекрутинга, ничего на первом месте нет. Все остальное, это уже вторично. И когда вы приходите на работу, да, то вы сразу настраиваетесь на активные действия. Потому что сетевой бизнес наш, это такой бизнес, который для всех. Вот он всем подходит. Вот вылете на улицу, вот мимо вас там будет идти какая-то толпа с метро, или там с электрички вышла, или с автобуса. И вот каждый человек, который мимо вас будет проходить, они все могут в этот наш сетевой бизнес зайти. Но несмотря на это, хоть они все, вернее, сетевой для них, но они, не все они для сетевого. И, ну, в чем-то это и хорошо, да. То есть не могут все люди быть, скажем так, заточены под определенный такой дел. Здесь нужен определенный склад ума, определенный там уровень энергетики, понимание, да. Сама оценка должна быть определенная у человека. Какие-то цели в голове, то есть что он хочет, чего он хочет в своей жизни-то получить. Ему достаточно лежать на диване, который ему от бабушки достался в наследство, понимаете, и, не знаю, раз в году там себе латины с Валбриса купить и ждать пособия, когда ему ей за ребенка заплатят. Кому-то вот этого достаточно, да. Ему мужа пилить, что он мало зарабатывает. Кто-то хочет большего, кто-то хочет самореализоваться. Вот поэтому у нас вот определенный контингент. И люди приходят к нам двух типажей, да. Одни приходят у нас новички совершенно без опыта. Вот такие люди чаще всего приходят с ручного рекрутинга. Либо приходят люди у тех уже, у которых есть какая-то база под собой. Вот. И если ты новичок, вот ты сейчас меня слушаешь, возможно, там онлайн, либо будешь смотреть записи. Вот если ты новичок, да, вот прямо, не знаю, возьми себе листочек, сделай скрин и прям запиши себе по пунктикам, что тебе нужно делать. Любой наставник, он тебе даст какую-то начальную базовую информацию и даст тебе шаги, чтобы вначале сделай это, потом это, потом это, потом вот это, да. И будем двигаться дальше. Но надеяться на свою память или на свое какое-то понимание не стоит. Это вот то же самое, как мы сидим в университете, там, либо в колледже, кто где учился. Перед нами стоит лектор, он начитывает какую-то информацию. Мы сидим, его слушаем. Нам до безумия все это интересно, правда интересно. А когда интересно, оно у нас откладывается в память, да, запоминается. Но все равно какие-то важные вещи, да, и наверняка это будет больше половины, они вылетят из головы. И потом спросить тебя, ты не сможешь ответить на эти вопросы. Вроде бы какое-то представление есть, да, ты все слушала. А пересказать ты все это не можешь, соответственно, и сделать какие-то действия. Поэтому прямо каждый должен понимать, что нужно делать. Первое, вы пришли, это изучить суть бизнеса. То есть понять, что мы здесь делаем, что от нас вообще требуется. А суть бизнеса, она очень простая. Тут опять-таки развесвление. Если ты пришла сюда зарабатывать на продажах, то ты формируешь клиентскую базу. То есть таким образом создаешь товарооборот для компании, собирая заказы. Если ты сюда пришла развивать именно бизнес, то ты создаешь товарооборот для компании путем регистрации новых пользователей. То есть либо так, либо так, но это всегда создание товарооборота для компании. Это всегда приглашение людей. И либо ты приглашаешь их у тебя купить, а сама делаешь оборот в компанию. Либо ты напрямую их регистрируешь в компанию и делаешь оборот в компанию. И чем больше обороты создаешь, тем больше выплаты с него ты получаешь. Вот в этом вот так вот примитивно, кратко заключается суть. И вот это нужно понять. У нас есть, кстати, очень хорошенькое видео такое с объяснением, как работает сетевое. Коротенькое. Оно есть у нас, знаете, где? На канале шаблоны, где новичок на бизнес пришел. Там вот зайдите, посмотрите, эта видюшка есть. Потом второе, нужно познакомиться с личным кабинетом. Потому что тоже этот момент опускается. Окей, когда у нас приходят люди, например, из российского региона, либо там Беларуси, такие страны СНГ. Там как бы обычно вопросов нет, как ватит кабинет. Но если к нам приходят люди, к примеру, из азиатских стран, то бывает, что такие до банальности простые вещи, как войти с логином и ключом, это уже становится какой-то большой проблемой. Поэтому вот здесь человек должен себе уяснить, что ему нужно научиться пользоваться личным кабинетом. И не просто войти в него, а посмотреть, где какие разделы находятся. Что человеку зарегистрированному доступна вся продукция, которая есть в Аберлик. Потому что логично, что хоть у нас в каждом каталоге 1100 плюс продуктов в одном каталоге, вот каталог себя умещает, 1100, то в личном кабинете это вся продукция. Ясно, что от каталога один не влезает. Поэтому если ты зарегистрирована, то ты можешь из каталога выбирать и, в принципе, из всего-всего ассортимента компании Аберлик. То есть все, познакомилась с кабинетом. Где там какая кнопочка, где кардина, где личные данные, где разделы с продукцией, где разделы с доставкой, что такое раздел личный счет, где ты можешь отслеживать, сколько денег поступило, сколько ушло. Вот это все надо видеть, знать и понимать. И третий шаг – это сделать активационный заказ. Что такое активационный заказ? Это ты заходишь в стартовую программу, то есть ты делаешь первый заказ и идешь по акции новичка. Почему ты делаешь его сразу? Ну, во-первых, это логично. Ты пришла в бизнес, который строится на товарообороте. Ты пришла в команду, ты сразу делаешь свой вклад в команду, ты делаешь первый заказ. Дальше, ты же пришла сюда не посидеть, не посмотреть, ты пришла сюда работать. Соответственно, тебе нужно понимание о продукции. То есть в голове картинка сразу складывается, что ты больше не будешь бегать, в Ашан, да, за стиральным порошком. А ты будешь это покупать здесь в Фаберлик. И ты будешь дальше продвигать этот продукт. И тебе нужно с этой продукцией познакомиться. Вот проведи дома ревидею, посмотри, чего у тебя дома не хватает. Дудная паста заканчивается, порошок стиральный для посуды, колготки, шампуни и так далее. Вот возьми вот эти самые основные ходовые вещи и купи здесь в Фаберлик. Пройди по акции, получи подарок, участвуй дальше в стартовой программе, двигайся так в ВИП и заходи в Фаберлик Драйв. Вот это вот основа. Нельзя так, чтобы пришел лидер на бизнес, а он сделал 10 баллов заказ, а следующий заказ у него опять на 10-15 баллов через три каталога. Понимаете? Это об одном только говорит, что он ни черта, девочки, не понял, ну не дошло. Значит, надо еще раз взять, как к наставникам, да, вам сейчас обращать, еще раз ее посадить, еще раз с ней поговорить, еще раз суть объяснить, чтобы человек понял, где он находится вообще и какая у него задача. Вот. И четвертый момент, да, нужно разобраться в стартовой программе. Стартовая программа, это вы знаете, да, она дается один раз новичкам. Там пять шагов. Сейчас, если мы говорили про ВИП и Драйв, то там 100-бальники идут, а стартовая программа как раз-таки для новичков. Но мы не можем от людей, которые пришли без опыта, ищут дополнительный источник дохода, сказать ей, иди, делай давай 100 баллов, 10 тысяч заказ, к примеру. Нет, конечно. Мягко заходим, комфортно. Вот я говорю, в этом Фаберлик огромная прелесть, то, что здесь есть все условия, вот в том числе даже и с этой стороны. То есть первый заказ у тебя полторы тысячи по цене каталога, к оплате за меньше минус 20%. Ты попробовала продукцию, поощрение ты получила подарок. Оставшиеся шаги проходишь, но подразумевается, что ты уже работаешь с теплым кругом, клиентский чат свой создала. Ты еще плюсом зарабатываешь вот этих вот наборчиков, то, что ты эти наборы получаешь. И если остро нуждаешься в деньгах, то их можешь не себе оставить, а значит разыграть в чате своем клиентском, либо продать их там и так далее. И также человек должен себе уяснить выгоды Фаберликтрайковой и стартовой программы. То есть понимать, что мы не останавливаемся только на стартовой. У нас впереди есть еще вот такие вот такие задачи. И считайте, что это какая-то определенная планка, по которой нужно пройти. Вот мы стремимся не 15 баллов в каталог делать, а хотя бы по 100 баллов в каталог делать. А есть возможность еще по ВИП-программе дополнительные 9% скидки получать. Поэтому от 150 мы стараемся делать, да, и как бы проходить все вот эти вот нюансы. И в драйве в видео участвовать, чтобы было больше шансов и на победу, и дополнительных скидок. И вот дальше, это все же идет в параллель, дальше мы не тратим время на адаптацию. Вот это вот время, которое тянется, тянется, тянется. Вот эти странички, которые создаются днями, неделями, каталогами, месяцами. Это не просто ошибка, это колоссальнейшая ошибка. Это такой подкос, подрез на самом корню, на самом старте самой себе работы, что это, ну это я не знаю, это очень серьезно. Поэтому мы не тратим время на адаптацию. Если есть задача создать рекрутинговую базу, то есть странички, то это максимум неделя, девочки, неделя, 7 дней мы это создаем. И еще 2 недели мы заходим в рекрутинг, то есть приучаем к нагрузке, начинаем рекрутировать. А со следующего каталога мы стабильно получаем 100% в минимум одну регистрацию в день. Вот это задача каждого. Если что-то конкретно у вас происходит как-то по-другому, значит вот сейчас пересмотрите все, что я вам здесь рассказываю, и начинайте делать правильно, потому что по-другому здесь не работает. А вот если, да, это первый вариант, человек, который пришел новичок, а вот если ты сетевик уже с опытом, которая зашла в нашу команду, да, пришла в наш бизнес, то все, у тебя задача, ты сегодня зашла, и ты сегодня уже рекрутируешь. Ни завтра, ни через неделю, ни послезавтра. Вернемся немножко назад, вот Юля, да, дробь, про которую мы говорили, пришла с Эйвеном. Сразу, она только зарегистрировалась, она еще ничего не знает, ни про драйв, ни про стартвую, ни про что, но она уже регистрирует людей, потому что она сетевик с опытом. Она понимает, что регистрация – это ее личная группа, это ее товарообороты, это ее выплаты, это ее команда, которая с первого дня у нее отстраивается. Вот это делают сетевики с опытом. Поэтому кто переходит из других компаний, и, возможно, там не были активными рекрутерами, но уже там видели, как это все работает, да, то здесь как бы к вам большой вопрос тогда. Если вдруг вы не начинаете, то почему? А что не так, да, а что нужно в голове себе переключить и подкорректировать? Либо вот таким вот образом работаем и получаем результат, либо тогда сами себя спросите, а зачем вы сюда пришли, а что вы здесь делаете, да? То есть, а что вы хотите в результате в итоге получить? То есть, какие цели стоят? Если у вас задача получать там 15-20 тысяч рублей, и на этом ограничиться, но может быть проще, я не знаю, какую-то другую себе там занятость подыскать, там, где будет легче, там, где меньше будет спроса, там, где, как бы, ну, ответственности какой-то, например, меньше. Вот продавщицы, грубо говоря, в Дикси сидят, каждый раз смотрю, удивляюсь, вот такие девки красивые сидят. Ну, бывает, что совсем прям молоденькие, там лет по 20 сидят, потому что вот что ты там сидишь? У тебя такие возможности есть шикарные, а ты сидишь вот там вот в этой вот, в телогрейке, вот в этой закассе вообще. Поэтому, да, если у нас есть цель построить директора, а директор, девочки, это не конечная цель, это первая цель, то есть директорское звание, директор, это наша первая цель, все. Дальше у нас идут уже вторые цели. То что мы должны сделать? Вот пять основных шагов, простых, и они сложены в нашей команде, исходя из тех инструментов, которыми мы обладаем. То есть, что мы должны сделать? Первое, как только вы зашли в команду, и неважно, кто вы, вы сетевик с опытом или вы новичок нулевый, да, который первый раз сюда попал, то есть, что вы должны делать? Первое, вы должны начать ввести клиентский чат. Клиентский чат, понятие растяжимое. Клиентский чат, это может быть работа с каталогами, да, у вас может быть какая-то уже клиентская база, вы раздаете каталоги, работаете с каталогами. Это может быть в прямом смысле клиентский чат, но его нужно начать ввести. Это ваши обороты, и в том числе это ваши же партнеры, то что люди будут у вас регистрироваться и второе в параллели рекрутирует вот и сегодня зарегистрировалась через два-три дня ты получила свой заказ если это впервые у тебя ты попробовала продукцию рекрутирует но рекрутирую не в социальных сетях а рекрутирую рассказывая об этом ненавязчиво это не означает что за каталог и пошла так светка сосед когда с которой с колясками вместе гулять ну-ка давай вот здесь давай вот у меня бизнес сейчас я буду миллион рублей зарабатывать не так не надо не разгоняйте вокруг себя людей не пугайте спокойно прогулялись рассказы слушай прикинь я вот у соберлик зарегистрировал такой классный подарок сейчас мне придет а продукция вот ползунки там стираю все моментом отстил она правда так работает то есть ей можно дать ту рекомендацию которая соответствует истине и соответствует потребности других людей то есть ей надо удалить пятна в том числе с детских ползунков вот этих вот распашенных сунявчиков полотенца кухотные отбелить вот я вам рассказывала про девочку у меня офис мой где пункт вытачи а напротив двери там салон красоты открылся там аня да моя знакомая она вот кстати раньше работала продавщицей то что я говорю в магазине в диксе сидела а вот потом вот она пошла по другой стиле развиваться у нее там свой салон короче там они ногти делаю там волосы все дела и вот она раньше не заказывала пока рядом со мной был в магазине работала потом что она перешла в общем мы потерялись и вот спустя год как у меня там пункт выдачи она открылась и она мне давай вот это давай вот это давай вот это и она каждый раз заказывала вот а всякие мыло себе там тратата косметику а потом играть чтобы того химию не берешь говорил попробуй она раз взяла средства для туалета прибегает все я сижу а на двери мне распахи таня и стыдься это пыхтить своем пальто ты сиди представляешь ну до чего класса у меня горит такая ржавый так это ну там вода плохая у нас городе я налила но не то все сразу все отбелил как она так работает и улыбаюсь как-то так как такая продукция дальше потом игру отбеливатели возьми попробую там у нас отбеливатели может там и раковина например у кого желтый там чайник можно отбелить но это не считая классического применения там отбеливания вещей все она ну давай попробуй прибежала опять на следующий раз мы с ней встречаемся когда мы в параллель опять она мне дверь распыщивать пыхтить стоит свои вот эти вот раздевать тоник ну зачем вообще у меня носки играет белые носки у меня носки так никогда не отстежьте белые горит носки я груну вот говорю попробуй еще 5 водитель она взяла 5 водитель прошлый раз она у меня вот на прошлый раз сегодня у нас что среда в четверг я была 5 стук сразу на этих банок заказала как говори давай мне 5 все вот человек вот это называется на рекомендации я вот это вот такой вот рекрутинг теплый круг то есть регистрируйте теплый круг либо сделай так чтобы теплый круг у тебя твой заказывал вот это мягкий ненавязчивый рекрутинг за продукцию не стыдно она реально рабочая на реально классная и она реально по адекватной цене второй шаг что требуется от человека до от новичка дано на на пути к директорству это запустить автоматизацию вот уже не до коллега зарегистрировалась молодец вот запустить автоматизацию параллель с тем как у вас работает клиентский чат и рекрутинг мягкий теплый вот это идет вы запускаете автоматизацию то есть контекстную рекламу на сегодняшний день из-за того что поменялись алгоритмы самой контекстки и очень выросла цена за конверсию за клики в том числе много регистрации туда девочки не приходит если в том году я тратила 45 35 50 тысяч рублей в месяц на количество конверсии да такое количество регистрации приходило то сейчас у меня уходит там две три тысячи рублей вот но это люди это моя ширина это моя первая линия и это покупатели вот про плюсы покупатели сейчас чуть позже поговорим то есть получается автоматизация должна быть запущена то есть у вас должна отстраиваться первая линия вопрос про то что у меня нет денег для того чтобы запустить яндекс кабинет у меня нет там полутора тысяч рублей туда положить не стоит такой вопрос нет такого вопроса почему потому что у вас ведется клиентский чат с клиентского чата вы себе зарабатываете свои полторы две три пять тысяч рублей в каталог эти деньги вы вкладываете в свой рост свой бизнес вот только так никак не иначе наша задача не получить и заработать две тысячи рублей наша задача получать двести тысяч в месяц значит в начале вы пашете вы грязете землю вы роете ее для того чтобы потом было кайфово и хорошо вот когда запущена автоматизация да деньги для этого есть уже клиентский чат ведется вы заходите в таргет с командой это параллельно может делаться это может быть 1 2 3 день понимаете но это делается сразу не сегодня а потом через два месяца следующий через полгода третий шаг а делается сразу то есть заходим в таргет с командой почему мы заходим в таргет с командой потому что таргете команды где совместная ветка регистрации вниз строится под вас ветка растет и если вы пришли в эту команду так где таргет запускается и вы пришли на бизнес то что вы подключаете да в союз так скажем тех самых вышестоящих лидеров и тогда эта сумма которая на таргет идет в общую ветку делится на всех лидеров то есть мы удешевляем таким образом таргетированную рекламу и это не накладно становится никому то есть это комфортно удобно и регистрации идут и дальше да у вас задача создать рекрутинговую базу вот то о чем я говорила до этого рекрутинговая база это рабочие страницы здесь у вас идет автоматизация контекстка в первую линию здесь у вас шпарится вниз дальше таргет продолжает совместная ветка отстраиваться и вам дальше нужен ручной рекрутинг кто бы что не говорил как я вам говорю что пуха накидывают много я вам вот не знаю как объяснить да по моему лицу все понятно никакие автоворонки никакая автоматизация никакие сэндлеры ничего не заменит ручной рекрутинг за примерами мы далеко ходить не будем вот наша компания фаберли вот вы сами подумайте вот на кой хрен мы бы ей бы вообще в принципе бы уперлись если прекрасно работает контекстная реклама если замечательно работают разные чат-боты вы представляете какая база людей лидеров рекрутеров да те кто на контракте даже у компании фаберлик и сколько денег ежекаталожный миллионов причем не миллионов 1 2 3 я не знаю только цифру всего как если это назвать можно же миллиардов компания выплачивает каждый каталог лидером которые привлекают других людей регистрируют их сопровождают вот вы думаете вот мы бы все были бы нужны если так прекрасно можно запустить рекламу запустить чат-боты человек нажал на кнопочку как оформить закат 1 2 3 4 5 ему ответ как добавить подарок 1 2 3 4 5 ему ответ с видюшками на кой бы черт бы мы бы уперлись бы все а потому что ничего и ничто не заменит человеческое общение человеческие руки человеческий язык человеческий мозг человеческую энергию ничто не заменит именно поэтому ручной рекрутинг это рекрутинг номер один никакая не контекстка никакой не таргет никакие не автоворонки это все это мыльный пузырь ну я как это все рабочие темы но это мыльный пузырь в том плане что ничего не делайте просто вот приходите воронку запустите все и будет вам счастье да нифига ничего у вас не будет вы просто кому-то положите деньги в кошелек и сделаете его счастливее богаче а сами останетесь в той же точке которые были а то еще и даже на откиньте себе назад то что вы в любом случае потеряли деньги которые в это вложили понятно ручной рекрутинг должен быть всегда и вот тут вот есть два скажем так перекоса это тоже быть нужно внимательными так если мы не запускаем рекламу на продукт потому что 85 80 90 процентов любой структуры в любой сетевой компании это клиенты то есть это в люди потребители покупатели именно на них держится наши основные товарообороты еще где-то там 15 20 процентов это людей которые что-то там пытаются делать да то есть это люди которые пришли на бизнес и вот они там стадии только развития находится и может быть только пять процентов от структуры приблизительно это люди которые именно лидеры настоящие которые строятся топят делают получают результат и вот наша задача да если мы будем привлекать людей только на рекрутинг только на бизнес 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 то это люди они же разные приходит ты приходит с опытом кто-то вот эти попрыгушки прыгают с одного места на другое то есть если у них в голове не стоит приоритете продукт который они любят здесь у нас фаберлик и хотят им пользоваться то это тоже опасная игра я вам скажу и это я вам гарантированно говорю потому что завтра да то есть они пришли четко за деньгами за маркетингом завтра открылась какая-то другая сетевая компания или там где-то в другой сетевых и какая-то новая заманул когда много обещаний мало действий мало результатом заманулка есть братцы все улетели ну как то есть вот какой-то такой вот кривое зеркало в этом то есть не нормально а второй перекос дисбаланс когда люди чисто сидят на продаже вот у них чисто продуктовая регистрация это контекст к это таргет и чисто вот клиентский чат это тогда не про бизнес это не про рост дальнейший понимаете это не стабильно это тоже не серьезное дело то есть для того чтобы расти вам нужны партнеры вы должны сами становиться наставником человеком который будет дальше обучать и продвигать да и уже координировать свою команду до продвигать вперед давайте там различную информацию направлять вот это уже дальше ваша задача поэтому у вас должен присутствовать рекрутинг то есть как мы выше говорили организация клиентских чатов запуск автоматизации на продукт работа с теплым кругом и тогда в нашей команде это идеальное соотношение потребительских регистраций до остова фундамента на чем будет стоять ваша команда и это круто потому что эти люди которые пришли на продукт их держит здесь именно продукт и если там кто-то свистнет что у них новая автопрограмма им плевать на эту автопрограмму они здесь будут пользоваться бытовой химией всем остальным и это ваш остов это ваш баланс да вот такой вот который вас держит вашу команду а вот вы дальше ручками рекрутируете и если раньше чтобы расти не то что раньше а в принципе чтобы расти но вам нужно минимум 50 регистраций в каталог это начальный уровень а мы стремимся к соточке вот сотка в каталог есть четкий рост идет каждый каталог вы видите как у вас растет групповой товарооборот это стабильно сотки каждый лидер должен стремиться прям планку себе ставьте мне нужно 100 регистраций в каталог и все вы дальше уже выстраивайте таким образом свою работу чтобы эта сотка была вот но когда вы дальше начинаете рекрутировать а где-то часть у вас продуктовых регистраций проходит вот этот вот остов фундамент а дальше у вас появляется свой больше свободного времени на более качественный рекрутинг ручной через да как говорится рост будем говорить и общаться с людьми показывать рассказывать вот я в свое время когда я пришла фаберлик не было автоматизации но не было слово совсем у меня было 100 плюс регистрации где-то там 89 но не меньше чем 80 90 регистрации это ручных девочки регистрации и вот там вот знаете какой был жесткий дисбаланс эти регистрации получаешь на бизнес да они приходят но ты их не успеваешь сопровождать то есть ты либо рекрутируешь либо ты работаешь с людьми если ты только рекрутируешь здесь отваливаются люди ты не успеваешь ввести все они без внимания без поддержки они отваливаются ты просто не успеваешь с каждым нянькаться с таким количеством либо второй перекос либо ты работаешь с этой командой но ты тогда не рекрутируешься притока регистрации нет а вот в нашем деле как у нас команде все это запущено вот у вас основная база идет потребителей а вот у вас идет там небольшой поток но качественный поток ручных регистраций и вы как наставник успеваете с ними со всеми работать то есть они вас слышат видят ну и соответственно растут до развиваются дальше так как положено и 6 пункт введения личного бренда тут про личный бренд я хочу очень похвалить знаете кого кто догадается юля сибирякова я опять хочу похвалить так и люди тут у меня так и сейчас я вам скажу почему кого-то похвалю кого-то поругаю вот и такая противная я вот люблю говорить как она есть так юля 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 где юля девочки скиньте а вот она юля да чат нет это чат и где у нас юля сибирякова и канал что я не могу его найти то ниже ниже как раз вот сибирякова юля фл нет а вот это да да значит так юля у нас всем юля молодец юля у нас очень хороший лидер очень усердный такой серьезный рекрутер на юлечка работает руками автоматизация запущена и все она очень хорошо отрабатывать заявки юля будет смеяться юля очень активно работает в одноклассниках и тестирует какой-то свой новый метод и я к юле не отстану пока она мне не проведет эфир вот юля обещала уже давно да то что юль мы тебя ждем а теперь смотрите что юля делает ну репостит поздравление наставников и юля показывает свое дело вот я вам сколько говорю что такое личный бренд это ваши достижения это ваши какие-то выплаты да то есть то что вы получаете это ваш путь это ваша демонстрация какие-то командных достижений это какие-то методы рекрутинга которыми вы пользуетесь фишки которыми вы делитесь вы формируете из себя для людей человека от которого можно что-то получить то есть получить что мы присоединяем я прихожу к ней регистрируется она меня научит я получу деньги да то есть я буду расти я буду зарабатывать я получу деньги я получу свою реализацию то есть я понимаю что она классная я хочу также как она вот в чем смысл личного бренда именно в этом и вот юля классно юля показывает всем вот на gravel на покажу скрины заявок как она регистрирует диалоги с людьми она показывает сколько у нее там новых этих новых регистраций диалоги все показывает начальный уровень да вот она показывает в промо скрины сколько ей регистрации при за 6 регистраций за день юли получать почему смотрите разного характера регистрация да мультские фамилии азиатские фамилии и так далее у юли есть вот эти все нюансы где-то про семью какие-то интересные штуки на с юмором где-то показывает, рассказывает, то есть мы видим и ее позицию лидера, то есть мы можем от Юли, если мы придем чему-то научиться, и мы понимаем, что Юля практик, Юля рекрутер, Юля лидер, она работает, то есть если я приду к Юле, то я получу от нее поддержку и помощь, я смогу от нее чему-то научиться, и мы пойдем к Юле, вот в этом вот суть девчонки личного бренда и заключается, а те, кто у нас что делает, те, кто у нас рисует себе на каналах, только я вас умоляю, не обижайтесь, пожалуйста, на меня у меня задача просто как сделать так, чтобы у вас было все хорошо, а не обидеть кого-то, те, кто у себя на каналах пересылает информацию, например, с канала Фаберлик Официал и показывает там презентацию какого-то продукта, вот новинка вышла, оп, себе на канал переслали, или, например, то что еще делать, раз там чужой пост какой-то взяли, скопировали, себе на канал переслали, или там раз там картинки по акции новичка взяли, оп, себе на канал переслали, и это единственная информация, а ценность в чем? Ну, то есть вы кто? Кто? Что вы даете? Что вы умеете? Что вы можете? Почему именно к вам и должна прийти? Вот услышите меня, понимаете? Нельзя ни в коем случае так делать, вы чего? Это вы не то, что не будете привлекать к себе внимание, вы будете отталкивать от себя людей. Кто вначале подписался, тот отпишется от вас, потому что как бы, ну, вы, как это называется, когда плагиатом, грубо говоря, занимаетесь, то есть там про вас ничего нету, так нельзя делать. Если уж кто-то хороший продажник работает в этом направлении, если уж вы хотите так делать, то у нас есть, вот для меня она тоже пример, она, конечно, не в моей команде девочка, Ира Шагина, у нее есть здесь ее канал, называется Территория Счастья, по-моему, если хотите, я вот перешлю вам. Она такая молодец, она вот чисто продажник, и у нее канал в Ютубе продажник, но она ведет, знаете, как свой канал в Телеграм? У нее все картинки свои, у нее все видеофайлы свои, у нее все-все-все полностью свое, и посты у нее все свои с подачи живого человека. Где-то она это миксует какими-то там семейными красивыми фотографиями и рецептами, которые она снимает. И опять-таки на канале у нее не ссылки чисто на Ютуб, на Ютуб, на Ютуб, а у нее на канале там процентов 70-80 материала, это фотографии и видеофайлы, которые она снимает. И вот ты туда заходишь, в авторский, настоящий авторский канал, и ты там залипаешь. Я очень часто у нее беру всякие видюхи, которые пересылаю к нам в этот, в нашу группу в WhatsApp. Либо вот там запускаю в Рилс и все остальное с профиля, с которым у нас реклама идет. Потому что она так хорошо это снимает, просто, но при этом красиво. Там нету ничего такого. Вот у нее стол, вот у нее, да, стена с обоями, вот у нее тут горшочек с цветочком стоит, и вот ее руки перед камерой. Она снимает, она показывает там какой-то карандаш для кутикулы, или там какой-то парфюмчик новый вышел. И файлики коротенькие, до минуты она рассказывает. Вот это тоже про личный бренд, понимаете? Вот так тоже можно делать. А можно миксовать, да, там про лидерство, про рекрутинг, про достижения, про продукты вот так снимать, показывать. И тогда это вообще будет замечательно и круто. Но ни в коем случае мы не берем какие-то проектные из материалов картинки, не постим на свой канал, не репостим туда какую-то информацию с Фаберлик официал, с какими-то видеороликами, которые компания снимает. Ни в коем случае никогда мы не вот эти вот тексты, эти длинные, которые презентационные, сухие тексты на канале, да, для компании длинные, мы себе не репостим. Там ничего про нас нет. Это не про личный бренд. Так не работать не будет. Поэтому личный бренд ведем, но ведем так, как положено. И как я всегда говорю, это у меня уже крылатая фраза, тот, кто рекрутирует, тому всегда есть, что показать. А тот, кто не рекрутирует и не работает, у того вечно будет проблема, что я не знаю, про что писать, а я не знаю, про что показывать. И вот в чем еще легкость нашего, не легкость, а вот момент нашего пути, то, что сначала нам сложно. Вот если на обычной работе, мы вначале приходим, там у нас три месяца стажировки, например, где-то какое-то лайтовое отношение такое, а потом уже какие-то задачи серьезные ставятся. То есть здесь у нас наоборот в сетевом. В нашем бизнесе вначале надо пахать, и проблема вначале, она тяжелая еще чем? То, что вот ты вначале рекрутируешь, как бы тебе сложно, тебя еще никто не знает, то есть тебе на личный бренд еще пока люди не идут, ты регистрируешь новичков, новички, они как бы нулевые, они тугие, они не понимают вообще, куда попали, то есть это сложный период созревания, у человека в любом случае в голове проходит. И то есть тебе приходится работать со всеми подряд, вот прям со всеми подряд. Молодец он, не молодец, подходит он, не подходит, там есть у него звездочка, внутри горит огонечек или не горит, но ты с ними со всеми подряд работаешь, и это действительно правда энергозатратно, но, блин, но у нас это работа, у нас это бизнес, мы таким образом получаем деньги. А вот потом, когда вы дальше растете, развиваетесь и ведете личный бренд, вам будет становиться все легче и легче, причем становиться с каждой ступенечкой, проще, легче и продуктивнее. И потом уже вы не будете работать вот с этими людьми, которыми сложно, которые нулевки, потом вы будете работать с готовыми сетевиками, понимаете? Вот пришел человек, а он, она уже все знает, она от себя только хочет сопровождения, инструментов, ну и крутой команды, которая хочет присоединиться. Она и без тебя все прекрасно знает и понимает. А ты ее только конъектируешь, подправляешь, там отвечаешь ей на вопросы, по маркетингу, там наблюдаешь за ней, где нужно, там приостанавливаешь, где нужно, подталкиваешь, все остальное. Это совсем уже потом другая история. Поэтому у нас самое сложное, это старт, там, где нужно себя перепрошить, себя заставить что-то делать, себя самоорганизовать, рекрутировать, ввести, там, в новые какие-то дела вот эти, заходить. Это все сложно. Сложно, но реализуемо. Поэтому у нас и не все достигают результата, потому что это идет внутренняя работа над собой. Никто тебя не пинает, никто тебя не заставляет. Нужно самим делать. Но зато потом все лучше и лучше. И вот если говорить о первом желаемом результате, а в нашем случае это директор, понятно, что 3, 9, 12, 15, 19 процентов, это все результаты желаемые. Но если говорить о первом директорском звании, это директор. И там-то доход, вернее, не там-то, а вот доход о директорстве, это около 600 тысяч рублей в год, порядка плюс-минус там в месяц у нас выходит 50 тысяч, директор получает. Но насколько, вот исходя из той информации, которую я вам сегодня дала, когда она должна в пазл в голове у нас сложиться, насколько это достижимо, да, нужно осознать. Вот я вот этого от вас хочу сейчас добиться, чтобы вы поняли, что объем личной группы директора это 3000 баллов. И если мы будем мыслить тремя тысячами баллов, особенно если мы еще опираемся на свой заказик в 15, то это будет очень печально. А если мы будем мыслить, то информация, о которой я вам сейчас говорила, то есть потому что в сетевой, запомните, это цифры, это числа, это статистика, это нифига не аффирмации, там я сижу и мечтаю, ставлю цели, это действия и цифры. Все, здесь нужно считать. И вот 3000 баллов, это у вас 60 партнеров, то есть 60 человек, которые делают по 50 баллов. Ну, как бы 60 человек, это в принципе, у нас вот в команду через таргет, который вот у меня идет через мое промо, приходит в среднем 200-250 человек в каталог, девочки, в каталог. Но это продуктовые регистрации. А если вы рекрутируете ручками на бизнес, то вы получаете 20-25 регистраций в каталог, в каталог личных рекрутеров на бизнес, потенциальных партнеров. Окей? И вот как, если вы сами это все делаете, сами это все понимаете, то вы это и передать человеку можете, да, этот и настрой, и задачи, и все остальное, да, ну и дальше уже как наставники корректируют его. Так вот, 60 человек по 50 баллов, это не ахти какая огромная цифра. Ну, я бы даже сказала, что это вообще небольшая. А если вы еще и сами идете по ВИПу, и понимаете плюсы, почему ВИП-программа, не просто потому, что, вау, круто, я ВИП, у меня один раз скидка 70%, а потому что люди, которые организуют свои клиентские чаты, они могут с этим ВИПом больше денег зарабатывать. Дайте людям возможность эти деньги зарабатывать. Расскажите. Так это вообще всего лишь 30 человек. 30 ВИПа в вашей личной группе. Ну, это достижимо. Ну, по крайней мере, там за полгода, за год это же можно сделать же, правильно? Главное, транслировать, говорить, рассказывать. А если это ВИПы, которые про 150, девочки, звездочки, которые хорошо ведут клиентские чаты, то это 20 человек. А те, которые прям вообще хорошо ведут, взялись за свое дело, Террион, так это 10. 10 человек в каталог, которые делают по 300 баллов, и все. И у вас, директор, это, это, 3000 баллов у вас есть. Я никогда не забуду, когда я, наверное, уже много раз про это рассказывала, когда я ездила, была конференция, и как раз у меня было награждение со старшим директором. И рядом со мной была, да, директора, по-моему, награждали и старшего. По-моему, это было, да, за директора именно. И со мной рядом сидела женщина, тоже, по-моему, Татьяна ее звали. Ну, и мы так, что-то, она стала со мной переговариваться, она меня спрашивает, Таня говорит, а сколько у тебя в команде человек? А я-то считаю всю команду, в принципе, под собой, да, глубину и все остальное. И где-то на тот момент, где-то было около двух с половиной человек. Я говорю, ну, не знаю, где-то, наверное, две с половиной. Она на меня вот так вот вытаращилась, понимаете, глаза вот такие на меня выкатило. Говорит, открытый директор, оффлайнник. Почему подчеркиваю оффлайнник? Потому что оффлайнники очень плотно общаются с людьми. Вот ключик. Общение. Общение. Плотное. Передача информации. И контроль за человеком. Что он делает? Какой он результат получает? Где он ошибается? Где нужно его подправить? И вот тогда все идет. Поэтому отношение к нашему бизнесу, это не просто я пришла в клевое место потусоваться, и вот когда-нибудь у меня там команда подо мной растет, я маркетинг изучать не хочу, потому что что там его изучать, я вот скоро там у меня будет 3000 баллов, хопа, и я буду 600 тысяч в год получать. Нет. Не работает. Работает так, как я вам сейчас рассказала. И тот, кто это понимает, себя организует, берет ответственность за свои действия и делает, тот получает результат. Кто как бы там прокрастинирует дальше, тот, ну, значит, вот прокрастинация вот этой занимается. И вот еще один последний пример, да, как потыдок, все вот эти темы, которые я хочу привести, это вот Овчинникова Лена. Вот Лена, как раз-таки пример вот такого живого человека с результатом, который делал все то, о чем я сейчас говорю. Ну, по крайней мере, 90%, там, 85, того, о чем я сейчас рассказывала, Лена делала. И вы думаете, что у Лены не было моментов, когда Лена выпадала? Даже у меня один раз был момент, думаю, ну, понятно, короче, опять вроде такая молодец, вроде такая зелдочка загорелась, и все, и погасло. И опять, Лена, Лена. А у Лены был тяжелый период какой-то сложный в жизни. Ну, не будем озвучивать здесь слов, как бы это Ленина история. И ей было просто моральность не до того, не до Фаберлик. Но при этом, как бы она, вот этот вот внутренний огонечек, о котором я говорю, да, он сидит и горит, и не дает тебе покоя. Не дает, потому что есть цели, есть желание. Желание делать, желание получать. И вот этот огонечек ей покоя не давал. И Лена даже поехала на, в том году на конференцию под эту ситуацию. И потом все наладилось, и несмотря на то, что было сложно и тяжело, Лена продолжала и делала, и покоя мне не давала. Таня, а как? Таня, скажи. А Таня, а вот тут? И все, и мы работали в паре, плотно, хорошо. И вот у Лены есть шикарный результат. По итогам прошлого каталога, Лена практически старший директор. Кто знает маркетинг, план компании, тот знает, что старший директор, это не только, когда у тебя есть директорская ветка под тобой, которая делилась. Старший директор, это еще и тот, у которого товарооборот, объем личной группы, в общем под ней, 5000 плюс. Вот Лен, всего лишь там 500 баллов, да, по-моему, Лена не хватило тебе до этих 500. То есть вот результат. А вот у нее уже на подходе вторая ветка, а вот у нее на подходе уже, вернее, первая и вторая ветка. А вот уже лидеры классные в команду приходят. А вот потому что, давай, не думаю, открывай. А вот потому что человек делает вот это все и не сидит на месте. И с самого начала она начала делать. И с самого начала она перетеребила всех, кого только можно. Даже я, вот человек с опытом, я смотрела на нее и поражала, думаю, блин, вот что, реально вот такая молодец? Вот что, вот реально молодец сегодня? И что, и реально такая же дальше молодец на следующей неделе? И на следующий месяц и все такая же молодец, как бы нифига, как бы там обороты не спадают? То, что есть такое, что когда человек много-много горит, он потом быстро перегорает. Я даже ей говорила, говорю, успокойся чуть-чуть, а то ты сейчас как бы всю свою энергию потратишь. А она мне говорит, что ты в меня не веришь, что ли? И вот, и человек сделал. Вот такая должна быть позиция. Опять-таки, наставник может быть крутой, наставник может быть, ну, вообще, в принципе, отсутствовать, но всегда как не задача, но всегда результат зависит только от вас, от себя. Вот я вам пример, человек, который вообще без наставника. Вот я вам клянусь, у меня никогда никого не было и по сей день никого нет, соответственно. Ну, как бы сейчас уже и не надо, вот, но нет. Я когда пришла сюда в сетевой, я считала, ну, именно в фаберлике, я считала, что я такая с Таней с усами, и когда меня моя Таня Распопова спросила, куда тебя, веточку, которая сейчас только растет, ну, я скоро ее буду уже заканчивать, или тебя как бы в первую линию, а потом я эту ветку закончу и сюда переключусь. А мы же они вместе приходили, я говорю, не надо ничего, никуда, никуда, в первую линию и отстаньте, все, мы сами все знаем, мы сами все будем. И все, и сделали свои чаты сразу, то есть вообще никакого контакта, никакой информации. Вот так бывает, когда человек хочет. И в 8 утра отводила ребенка в садик, садилась и вылезала из компьютера с ручного рекрутинга, когда она была спать ложиться, ну, на какие-то перерывы, понятно, покушать, убрать, в детский станции сходить, детей привезти. Но это потому, что хочется расти. И было регистрации плюс 100, ручных в каталог. И поэтому, когда я говорю, что я такая вредная, как бы я не люблю вот этого, вот это вот, ну вот не знаю, там вот что-то у меня сегодня, там настроения нет, в смысле нет. Я на своей собственной шкуре знаю, что это все делается, что это все, ну, реально, что это не ахти, как энергозатрата. Это энергозатратно, но при этом, когда у тебя горит, мысль тебе свербит постоянно, что тебе надо быстрее, интереснее, больше, да, рекрутинга провести, больше партнеров, больше результата, уровень, сколько мне оплатят, сколько осталось, сколько каталогов до конца, вот открыло звание, вот закрытие столько-столько, вот какая новая акция, бау, класс, с этой акцией сейчас идешь, рекрутируешь, делаешь, и тогда тебе круто, да, ты устаешь, но это приятная усталость, потому что от этой приятной усталости ты получаешь результат. Всегда есть время, я на своих глазах вижу истории, как люди в найме работают, при этом рекрутируют и открываются, у меня, кстати, вот Лена, опять-таки, тот же самый пример, нет, в найме не была, Юля у нас, опять-таки, в найме уже, правильно, да, Юля Севрюкова, человек работает, вот у нее результаты какие-то хорошие, Лена у нас, вот тоже мама многодетная, с детками, с маленькими, да, тоже как бы, ну, у нас какая классическая вот эта вот фраза, я не успеваю, у меня дети маленькие, как бы, я вот с маленьким ребенком, как успеть, трое маленьких детей, Маша у нас, из этого, да, Маша Султанова, которая теперь беременная вообще, родила, я даже не поняла, когда она, ну, как, я знаю, но вот, если так смотреть, когда она успела родить и вернуться, она вообще не выпадала, ни из чатов, ни из рекрутинга, несмотря на то, что она в родоме рожала, а потом еще с младенцем новорожденным, которого там кормить надо без перерыва, еще самой поспать успевать, вот, это люди, у которых есть сегодня результат, а результат у них есть, потому что они сами вот такие, понимаете, девочки, это ваше личное отношение, то есть, как под итог, да, делаем, и результат получаем, ну, либо не делаем, мы его не получаем, даже если под вами вырастет директорская ветка, счастье вам она, дохода, не даст, потому что вы сами не работаете, вы не строите ни вторую, не строите ни ширину, а вот чтобы эта ширина, и вторая ваша ветка, и ваши лидеры появились, то вам нужно делать все действия, о которых я говорила выше, теперь давайте, надеюсь, что сегодня никого не напугало своей планеркой, если у кого-то есть какие-то вопросы, пишем, или пожелания, или какие-то мысли в чат, если все окей, все понятно, все стабильно, то, значит, ставим минусы, ну, или ставим, пишем, спасибо за эфир, тоже будет приятно, голос мой немножечко просел, я вообще считаю, что вот строго, я не люблю вот это вот, когда много, есть четкая точка, которая, вот точка, вот она и результат, вот она прямая речь, что вот сказала, вот это, вот это, вот так оно и есть, а когда вот это вот вокруг, да около начинается, вот мотивация, вызвать у человека желание, там еще что-то, ну, зачем друг друга обманывать, да, вот есть вот эти дела, эти дела надо делать, эти дела приводят к результату, Все остальное тоже такое сопутствующее. Все, девчонки, я тогда отключаю, и запись как будет, я выложу. Все, дальше в чате общаемся. Продолжение следует...